Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск! И сегодня вас ждет Илон Маск, который попал в тройку самых богатых людей мира. Crew Dragon успешно доставил астронавтов на МКС. Фото дня. Новое селфи побитого марсохода Curiosity. Arsimoто готовит к запуску юрки городской электробайк Roadster. И напоследок, Segway готовит к запуску мощный электрокарт Go Kart Pro для истинных фанатов дрифта. Обо всем этом сегодня поговорим в нашем выпуске. Обязательно подписывайтесь на канал, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! За день глава Тесла Илон Маск разбогател на 7 миллиардов 600 миллионов долларов и попал в тройку самых богатых людей в мире. Об этом свидетельствуют данные из индекса миллиардеров по версии Bloomberg. Маск занял третью строчку, его состояние оценивается в 120 миллиардов долларов. Предприниматель вытеснил из тройки лидеров главу Facebook Марка Цукерберга. Первое и второе место занимает глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс. Маск смог войти в тройку на фоне роста стоимости акций Тесла, которая в ходе торгов 17 ноября подскочила на 9 с лишним процентов. Бумаги автогиганта подорожали после новости о том, что в декабре компания войдет в индекс S&P 500. Список 505 избранных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США. Эксперты полагают, что автопроизводитель резко подорожает, так как сможет привлекать деньги новых крупных фондов. Кроме того, новый статус позволит компании Илона Маска вести мировую экспансию, чтобы нарастить продажи. Космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС во время своей первой штатной миссии и доставил на станцию четверых астронавтов. Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж Дрэгона попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС. Утром по московскому времени экипаж Crew Dragon перешел на борт станции. Полет к МКС занял 27,5 часов. В 7 часов 1 минуту по московскому времени Crew Dragon пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час. В момент стыковки МКС находилась над американским штатом Огайо, в 410 километрах над поверхностью Земли. Запуск корабля был произведен с космодрома на мысе Каневерал во Флориде. Это второй пилотируемый полет корабля, разработанного компанией SpaceX, и первая регулярная миссия. На борту корабля трое астронавтов НАСА – Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Вокер, а также японский астронавт Саичи Нагучи. Они проведут на станции 6 месяцев. НАСА опубликовала великолепный автопортрет планетохода Curiosity, продолжающего заниматься изучением Марса. Представленное селфи создано путем объединения 57 отдельных фотографий, сделанных 25 октября нынешнего года. Съемка осуществлялась при помощи системы камеры на специальном роботизированном манипуляторе. На изображении видно, что колеса ровера сильно побиты марсианскими камнями, а элементы конструкции покрыты слоем пыли. Тем не менее, аппарат продолжает успешно выполнять научную программу. Сейчас планетоход находится в области под названием Мэри Эннин. На представленном изображении видны несколько буровых отверстий, которые планетоход сделал для сбора пород. Напомним, что данный аппарат отправился к Красной планете еще 26 ноября 2011 года, а мягкая посадка была осуществлена 6 августа 2012. За 8 лет работы ровер передал на Землю массу фотографий и научных данных, значимость которых невозможно переоценить. До сих пор различные версии мотоциклов FUN Utility Vehicle американской компании Artemoto были полностью электрическими и закрытого типа. Новая версия Roadster отказалась от крыши и сейчас находится в стадии активной разработки. Она базируется на той же платформе с электродвигателями на каждом из двух передних колес, обеспечивающими максимальную скорость до 120 км в час и пробег до 165 км в городских условиях на одной зарядке. Если у предыдущих моделей, напоминающих баги, были сидения с подогревом, то у данной модели сидения тандемного типа, как у мотоциклов, и увеличенная зона над задним колесом. Передняя часть Roadster очень похожа на переднюю часть FUN Utility Vehicles с единственной существенной разницей в наличии приземистого лобового стекла. Пока ничего не известно о планах по серийному производству новой модели. Однако не исключено, что RC Motor рассмотрит возможность добавления этой модели в свою линейку продуктов уже в конце этого года. Известная своими электросамокатами, сигвеями и другим индивидуальным электротранспортом, американская компания Sigway 9 Bot Inc. в последнее время радовала любителей погонять с ветерком на картинге с возможностью подрифтовать в сласть. Речь идет об электросамокатах Go-Kart Pro. Первая версия Go-Kart на базе двухколесного сигвея была создана в 2018 году. Он разгонялся до 27 км в час и мог проехать 17 км на одной зарядке. Go-Kart Pro стал его продолжением, улучшив показатели прародителя до 37 км в час по скорости и запас хода до 25 км. Рулевое управление у новой модели стало более отзывчивым и долговечным. В полтора раза возросло ускорение. Благодаря паре двигателей-концентраторов мощностью 4800 Вт и 96 нанометров крутящего момента, максимальных 37 км в час, Go-Kart Pro достигает за считанные секунды. Поскольку ступицы двигателей работают независимо, пользователь может задать мощность на каждую из задних шин, которая будет использоваться в момент дрифта с помощью системы Drifting Assistant в смартфонном приложении. В нем водители не только настраивают параметры дрифта, но и выбирают один из четырех оптимизированных режимов с различными максимальными скоростями. Go-Kart Pro может взбираться на холмы с уклоном в 15 градусов, оснащен набором динамиков, имитирующих звуки двигателя внутреннего сгорания, установленного на обычных картах, и оснащен задней передачей для выхода из сложных ситуаций. В настоящее время Sigway 9 Bot занято сбором средств на Indiego Go для начала серийного производства Go-Kart Pro, приобрести который можно, внеся залог в 1600 долларов. Начало поставок запланировано уже на следующий месяц. Но это не все новости на сегодня, друзья. Напоследок я бы хотел вам рассказать про складной iPhone, который может появиться в 2022 году. Китайское издание Economic Daily News опубликовало заметку о том, что компания Apple вовсю работает над созданием модели складного смартфона. Источником информации стали утечки от поставщиков компонентов для устройств компании в Китае. В частности, сообщается, что главный подрядчик яблока, компания Foxconn, уже изготовила серию прототипов и активно их тестирует. Слухи о намерении Apple выпустить складную версию iPhone появились еще в 2017 году, после оформления соответствующего патента. Более поздние утечки указывают на вероятную дату выпуска – сентябрь 2022 года, что означает – появится минимум еще одно поколение iPhone, перед тем, как миру покажут смартфон-раскладушку. Это вполне согласуется с данными китайских лабораторий, работники которых намекают на желание купертиновцев получить максимально надежный продукт. Поэтому разработчики никуда не торопятся. Если верить слухам, прямо сейчас идет подборка подходящих для складной модели экранов и шарниров. Требования Apple – каждый узел должен выдержать минимум 100 тысяч раскрытий и закрытий. Есть объективные сомнения, что нынешние экраны OLED и микросветодиоды справятся с такой задачей. А потому Foxconn нужно как можно скорее провести тесты, чтобы хватило времени подобрать или разработать альтернативные варианты. Такие новости на сегодня, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте нажать колокольчик. Все наши полезные каналы вы найдете по ссылкам в описании. Также не забываем, друзья, оставлять свое мнение в комментариях под этим выпуском. Ну а я буду с вами прощаться. Еще раз спасибо большое за просмотр. Я желаю вам отличного настроения. Успехов вам и вашим близким. До новых встреч.